Всем привет, с вами Приа. Сегодня мы поговорим о сплющивании предметов. Мало того, что в дополнении Shadowlands сплющиваются наши обычные левела, то есть персонажи 120 левела станут 50 левела, помимо этого еще и наши item левелы немножко сплющиваются. Ну как немножко? Примерно соточки так на 2, на 3. Ну если рассматривать старый контент, там сплющивание, конечно, в цифрах поменьше. Если рассматривать текущий контент, например, вещицы из Дне Алоты, то там сплющивание, ну такое, хорошенькое касательно цифр. Рассмотрим абсолютно все и начнем издалека. Я решил начать с рейдов Легиона абсолютно всех и посмотреть, как сплющивание показало себя там. Помимо моих обычных разговоров в этом видосике, будут еще и картиночки в виде цифр, которые будут вам показывать, какой item левел был ранее, далее будет идти стрелочка, и какой item левел стал. Ну а также, конечно, на самом видосике буду сейчас открывать еще эти рейды, чтобы вы видели item левел на альфе у этих вещиц. Начнем с изумрудного кошмара. Item левел вещиц, эпохальных, героических, обычных, и поиска рейда 50-й. Одинаковый item левел. Но мы прекрасно знаем то, что на живых серверах, то есть на 8.3, на лайв учетках, он отличается друг от друга. Собственно, что вы и видите в текущий момент в виде цифр. Далее. Испытание доблести. Да, тут уже чуточку... Все, конечно, казалось бы, будет интереснее, но на деле опять. Такие же 50-е item левелы абсолютно во всех сложностях. Далее у нас идет цитадель ночи, и тут тоже абсолютно во всех сложностях 50-й item левел. Гробница Саргераса показывает себя уже чуточку интереснее за счет того, что, к примеру, скил Джедана лут повышенный по сравнению с аватарой падшего. Можно это даже проверить на серверах 8.3. Что еще получается? Даже в героическом режиме видно это отличие. То есть, например, если рассмотреть предпоследнего босса, то item левел 50-й. Если рассмотреть килл Джедана, то он уже 51-й. Небольшое, конечно, отличие, но все же. Далее идет у нас Анторус. Анторус, конечно, весьма интересен, и на тот момент конкретно в Анторусе был достигнут максимальный item левел в обновлении Легион. Те все абсолютно цифры вы видите сейчас, и выскажусь немножко так, что до еще одного сплющивания, которое было в Battle for Azeroth, легендарные вещицы и Амантул были тысячного item левела, потом их сплющили до 265-го и 280-го, то есть у них почему-то вдруг стал разный item левел. Ну и сейчас, конечно, в Shadowlands у них тоже разный item левел. Переходим к контенту, который нам уже намного ближе. Это контент дополнения Battle for Azeroth. Тут цифры уже поприятнее намного, чуточку больше, конечно же. Ну и стат вещицы тоже имеют, само собой, больше. Чем выше item левел вещицы, тем больше на ней стат. Ну, это всегда так было. Поиск рейда 60-й item левел, обычный уровень сложности 60-й item левел, героический уровень сложности 60-й item левел. Отличается только эпохальный, 66-й, хотя на лайф-серверах LFR, Normal и Героик отличаются по своим item левелам на 15, что прекрасно видно по циферкам посреди экрана. Следующий рейд в дополнении Battle for Azeroth это битва за Дазара Лор, которую мы лицезреем в течение уже полутора месяца на моем стриме с целью дропа маунта Ледяной Шквал. Кстати, касательно этих рейдов, вы можете также попасть в них, ссылочка имеется в описании. Ну, там, конечно, отбор весьма интересный, но все же, если у вас есть желание рано или поздно дропнуть себе такого маунта, как Ледяной Шквал, то подсоединяйтесь. Собственно, с LFR и с обычной сложности item левел повторяется, как и с Ульдиром. Героическая версия Бзды дает 72 item левел вещей, а эпохальная версия Бзды дает 78 item левел вещей. Если что, первые самые квестики в Shadowlands дают примерно 80 item левел, то есть примерно битва за Дазара Лор мифик. Горнила Штормов, интересный промежуточный рейд, 80 item левел с первого босса в эпохальной сложности и 82-й с последнего босса. Item левел Вечного Дворца, конечно, еще интереснее. Если рассмотреть Battle for Zero, то там 430-е цифры на героических вещицах, ну а в версии Shadowlands мы получаем 85-е вещицы. Если рассмотреть, например, эпохальную сложность, тут уже появляются трехзначные числа, соточка. Ну и самая любимая наша неолота. Если рассмотреть ластов в нормале, то они дают 110-й item левел вещей. Ну вот, например, Нзот. 110-е, 110-е вещицы. 115-е вещицы падают с героек обычного рейда. 125-е вещицы с последних двух боссов в неолоте. Далее, получается, 130-е вещицы падают с эпохальных боссов в неолоте. И уже 140-е падают с самых последних двух боссов. Все это к тому, чтобы вы просто-напросто подумали, какой item левел примерно будет у вас к старту Shadowlands'а, в тот момент, когда уже выйдет припатч, и изменятся абсолютно все item левелы, добавятся абсолютно все новые способности, и изменятся таланты. Ну вот, например, у декама его 133-й, вместо привычного 478-го. В целом, item левел с неолоты просто-напросто снизился на 345. Да? Вы просто можете отнять от своего item левела 345, и по итогу вы получите итоговое число. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!